Коррупция и алчность – вот что стало причиной гибели столь большого числа людей. Статьи именно с такими заголовками стали появляться после разрушительных землетрясений в Турции, которые унесли жизни свыше 35 тысяч человек. Во многих пабликах, критикующих турецкое правительство после землетрясения, в том числе и в армянских, слорадствующих над человеческим горем, звучат обвинения непосредственно в адрес лидера страны Раджепа Таипа Эрдогана. Дескать, президент Турции и его правительство не уделяли достаточного внимания к нормам и правилам строительных работ и не организовали должные проверки деятельности строительных компаний. Авторы публикации считают, что Эрдоган не оправдал возложенные на него надежды и не справился с поставленными задачами. За 20 лет у власти он слишком мало сделал для того, чтобы обеспечить граждан надежной защитой в случае землетрясений. А ведь Турция находится в сейсмоопасной зоне. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган в свою очередь заявил о том, что 98% разрушившихся при землетрясениях в Турции зданий были построены до 1999 года. «Катастрофа, которая произошла на территории, превышающей площадь многих стран, возникла на глубине 7 километров от поверхности, что усилило эффект разрушения, принесшего энергию, равную сотням мощных атомных бомб. Это несравнимо с другими землетрясениями в истории. Самые сильные землетрясения в мире происходят в океанах и затрагивают земли. Но землетрясение в Кахрама-Мараше произошло прямо под жилыми домами. Очевидно, что наша страна столкнулась с проблемами, которые были бы ощутимы в любой части мира, где произошло такое крупное бедствие. У нашего народа не должно быть сомнений в том, что наше государство вместе с министерствами, муниципалитетами, неправительственными организациями, международными гуманитарными организациями сделало все возможное, чтобы как можно скорее добраться до зоны землетрясения и начать спасательные работы. Тот факт, что 98% зданий, которые рухнули во время последней катастрофы, были построены до 1999 года, показывает нам прогресс, которого мы достигли в стандартизации зданий и проверок, но также напоминает нам о том, что мы должны быть более строгими. По предварительным данным, 211 тысяч жилых помещений в 47 тысячах зданий в зоне землетрясения оказались разрушенными, серьезно поврежденными или подлежащими сносу. Выражаю соболезнования в связи с каждым из 35 418 наших граждан, погибших в результате землетрясения. Желаю скорейшего выздоровления нашим 105 505 раненым жителям, которые выбрались из-под завалов или были вытащены спасателями. Среди этих гражданин, которые выбрались от этого, я хочу избавиться от 355 505 раненым жителям. Ниаз ediyorum.